О том, что человек заболел апистархозом, догадаться сразу бывает непросто. Заразившийся может долго не подозревать о том, что он инфицирован паразитами. Напомним, что апистархоз – это паразитарное заболевание, которое поражает желчевыводящие протоки, желчный пузырь и поджелудочную железу. Вызывается плоскими паразитами класса сосальщиков. Как объясняют специалисты, заражения связаны с тем, что население употребляет в пищу рыбу карповых пород, зараженных личинками апистархисов. Первые симптомы заболеваемости начинаются от 2 до 4 недель. Это повышение температуры тела, вялость, сонливость, появление дисбактериоза. Затем появляется аллергическая реакция неизвестного происхождения. То есть здесь уже человек понимает, что что-то не то. И, конечно же, нужно собирать эпиданамнез, что человек употреблял. И, как правило, потом это связывается с рыбой, в случае, если это апистархоз. В Кустанайской области за этот год уже выявили 18 заболевших апистархозом. Среди них двое детей. Когда, как в прошлом году, их было 10. Но, как говорят специалисты, это не критично. Часто паразиты выявляются при медосмотрах. Когда человек и не подозревает этого, симптомы появляются позже. Правила профилактики и личной защиты – это, конечно, соблюдение правильной разделки рыбы. То есть использовать отдельную разделочную доску, нож. А также утилизировать все внутренние органы рыбы обязательно. Потому что, если дома есть домашние животные, то, как правило, они тоже являются источником инфекции. И затем появляется цикл всей инфекции. Чаще всего заболевание проходит без осложнений при условии, если вовремя начать лечение. Иначе эта инфекция может привести даже к циррозу печени. Заразиться апистархозом можно и повторно. К этому заболеванию, как отмечает Игирин Калиева, иммунитет не вырабатывается. Нужно соблюдать правила профилактики в быту и вовремя проходить медобследование. Виктор Ваташко, Алия Досмагомбетова, РТН.